Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. Сегодня футбольный клуб Уфа встречается с Ростовом. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибуну. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Смотрим состав Уфы. Расстановка по схеме 4-5-1 может получиться очень агрессивная игра. Смотрим состав Ростова. Схема 5-3-2. Довольно редкий выбор для наших дней. Главный орбитр сегодняшнего матча Алексей. Алексей Бараховский. Первый удар по мячу и игра началась. Дмитрий Верховцов. Диего. Проверка вратаря. Он на месте никуда не ушел. Так, это совсем не точно. Так, а вот эту новость стоит погромче озвучить. Ковани переходит в Тортмунд из ПСЖ. Да, трансфер наконец-то состоялся. И, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Как у Гелор Кангу. Потеря. Все. В оборону. Диего. Мяч летит в сторону ворота. И на месте голкипер. Удар. Опасно. Гол. Под самую перекладину вонзается мяч. Да, действительно, потрясающий удар. И голкипер просто нереально было выручить свою команду. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Девять минут отыграли. И у нас уже есть забитый мяч. Дмитрий Верховцов. Диего. Артем Тимофеев. Главное, без нарушений. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафный. Артем Тимофеев. Харис Кангич. Как у Гелор Кангу. Ю Бен Су. Был фол. А вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Это горчичник. Вполне справедливый. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Ух, какой все-таки опасный подкат. И наказание совершенно справедливо. Харис Кангич. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Диего... Эммануэль Фримпонг... Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить... Дмитрий Полос... Спасибо! Отличный пас, сказал соперник... Карис Ханчич... Эммануэль Фримпонг... Очередная потеря... Дмитрий Истоцкий... Игра остановлена из-за нарушений... И тут ситуация вполне на предупреждение... А стенка все идет и идет... А судья все смотрит и смотрит в другую сторону... Игрок получает предупреждение за нарушение правил... Карис Ханчич... Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря... Дмитрий Истоцкий... Карис Ханчич... Отличный чистый отбор... При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангу... А оставляет защитника в дураках! И эта игра в обороне... Вы узнаете! Артем Тимофей... Алло! Ротарь! Карис Ханчич! Один мяч выступает команда... И надо было сравнивать сейчас... Да, отличный был момент... Что тут говорить? Очень обидно... Как у Гелор Канга... Очень похоже на травму... Он все еще на газах... Нарушение, безусловно, было... И что решит арбитр... Желтая карточка... Подобный подкат чреват нарушением правил... Что и было в данном случае... Ну, здесь у арбитра не было никакого... ...выбора... Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул... Замена, судя по всему... Она продиктована травмой... Очень похоже... Голос плавает... У нас есть... И уже пришли... Замена... Курпателла... Замена... Пять минут. Это очень много. Дмитрий Полц. Дмитрий Полц. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Диего. Диего. Апаста. Гол. 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 Команда уже на поле и второй тайм начался. Александр Бухаров, Дмитрий Полозов. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Дмитрий Верховцов. Пересек мяч в боковую линию. Совсем необязательная потеря. Опасно как. Мяч от голкипера влетает в ворота. Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. После отвертного мяча у нас 1-1. Грамотный пас. Все по делу. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну что, может быть навес? А мяч уже у соперника. Харис Ханжич. Опасно! Все еще ничья у нас. Хотя они увеличивают давление. Чувствую я гол не за горами. Пастос. Хорошо атака развивается. Удар нужен. И как опасно пробил. Пастос. Продолжение следует. В замену у нас уходит игрок с желтой карточкой. Абсолютно понятное решение Трима. Хотел тонко сейчас сыграть. Но где тонко, как известно, там и рвется. Потеря. Пас в штрафную. Харис Ханжич. Антем Тимофей. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Харис Ханжич. Опасно. Очень много промахов сегодня у этой команды. Не мешало бы поработать над завершением атак. Да, думаю, тренер в учебно-тренировочном процессе обязательно сделает акцент на этом. И сейчас в раздевалке возможно поговорить с нападающими по душам. Александр Бухарков. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Дмитрий Полоз. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Загружает мяч в штрафную площадь. Отворот будет мяч в углу. А вот и повтор опасного момента. Мяч у соперника. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля. И сейчас арбитр даст отмашку. И футболист появится на поле. И тут может быть... Какой шанс! Гол! Они ведут в этой игре! Гол! Треба, чем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля. А тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично. Моментов создали предостаточно. И я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. Сумасшедший удар по самую перекладину. Чуть выше и не было бы никакого гола. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Счет 2-1. Как у Гелор Кан. А вот на поле готовится выйти в свежую игру. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. А было опасно, точнее сказать, напряженно. Опасность. Я уже сбился считать. Удар в перекладину. Мастерс. Вот это удар. Не попадает игрок в ворота и его команда по-прежнему отстает в счете. Как у Гелор Кан. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Сесар-Намс. 2-1. Итоговый счет этого матча. Я не сомневаюсь, что на пресс-конференции тренер-победителей скажет сегодня. А зачем нам долго владеть мячом? Гораздо важнее не долго владеть, а эффективно. Хорошая фраза. Яркая. И самое главное уместная. Если команда настроена должным образом, процент владения тут будет играть далеко не решающего. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так. Напоминание. Ну, я думаю, что и тренер, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним режимом. Удар! Опасно! Гол! Субтитры подогнал «Симон»! опасно как мяч от галкипера влетает в ворота и тут может быть опасно какой шанс дмитрий стоцкий они ведут в этой игре я уже сбился считать передачи честно говоря их много отличный удар удар перекладину а